Добрый день уважаемые трейдеры инвесторы сегодня 31 октября вторник представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который как обычно вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе итак дорогие друзья небольшое объявление напоминаю что вчера вчера я записал записала его давно а выложил вчера очень любопытный мастер-класс который называется торговые роботы которые никогда не сливают но это одно из рабочих названий 2 я хотел показать сколько можно заработать по паре евро доллар на правильном софте и эти числа достигали полумиллиарда долларов за 23 года но судя по комментариям народа народ это не впечатлило вообще какие-то тут центовые счета какие-то какие-то бесполезности в общем ответственно друзья мои заявляю то что вы видели вот в этом мастер-классе который посмотрела всего 503 человек навряд ли вы увидите в своей короткой трейдерской жизни поверьте моему второму десятку лет в индустрии я много что видел если вы не понимаете смысла происходящего на этих 40 с небольшим минутам то перешлите это видео тем кто разбирается волга трейдинге или пытается на нем заработать не продажей софта а именно торговли торговли напоминаю что приглашенный гость назовем его сергей абсолютно не ангажирован он ему не интересно ваши десятки тысяч долларов он ничего не продает ничего не привлекает у него все налажено давно со своими крупными инвесторами и брокерами с которыми которым он привык работать ничего в своей жизни менять он друзья мои не хочет слава богу что поделился с информ этой информации и я надеюсь мы еще запишем пару пару как минимум пару мастер-классов с ним по другому типу софта который рубит не менее эффективно как этот в любом случае спасибо за внимание но мы переключаемся к нашим форексом значит что вчера отработалась торговый день на повышение слава богу что-то зашло напоминаю что на этой неделе у нас масса масса новостей сегодня сегодня у нас вторник и и а по вторник у нас принципе по баксу новостей нет я выбрал все трех трех быковые трех звездочные новости завтра завтра у нас в среду 1 числа есть новости уже ближе к нонфарма у нас предварительно нонфарма в 15 15 вакашечки выйдут и пимяечки выйдут в 17 в общем завтра будет весело слава богу эти новости распределены относительно по времени ставочка друзья мои завтра ставка фрс это важно и поэтому я не думаю что сегодня будет какая-то бешеная волатильность поэтому фомки фомки от нас ждут завтра а сегодня вторник зато среда завтра первое число вот видите фомочки фомочки вот так так ну и дальше у нас собственно четверг первичные заявки и в пятницу нонфармы то есть прям веселуха да то есть среду в среду ставка в пятницу нонфармы поэтому волатильности будет хоть отбавлять давайте посмотрим что можно поторговать на графиках поехали итак перед вами самый что ни на есть настоящий мета не извиняюсь трейдер 4 который растянул котировочки золото ну под 2000 пунктов 2000 пунктов рост продолжается давайте кинем чистенький шаблончик посмотрим недельная свечу ли я уже говорил о том что недельки затухают явно золото очень тяжело расти ну во первых во первых весит лонговый импульс произошел на начале войны на ближнем востоке и уже израиль вел войска в сектор газа уже там постреливают уже казалось бы все весь позитивчик бычи закончился друзьям и закончился ну так и будет они собственно там на воевать и видно что что интерес к страху инвестиции в страх и уже прям на вершине этого трехнедельного тренда начинает гаснуть начинает все самое страшное произошло война на началась войска ввели что еще может произойти я не вижу принципе больше никаких новостей в этой зоне ну может иран там еще пошумит ну по большому счету и все поэтому поэтому но опять же выкупать на таких мега ценах ну не знаю кому кому как но не мне инициатива конечно очень мощное обычае если мы откроем какой-нибудь даже месячный таймфрейм давайте посмотрим какие бывают месячные таймфрейм бывает да то у нас месячное поглощение месячное поглощение и предыдущее месячное поглощение давала очень хорошие продолжение но эти продолжения были отмечены и перехаями в том числе сейчас у нас заканчивается друзья мои октябрь у нас новое поглощение это конечно не в кассу не в кассу продавцам но то что я вижу оставили вот здесь внизу это в кассу продавцам точно поэтому я бы присматривался аккуратненько к шортам и благо у нас впереди кучка американских новостей которые начнут проявляться прям завтра с составки составки и дальше у нас нонфармы в пятницу на этих новостях мы можем очень здраво погулять напоминаю что в этой зоне по золоту происходил швартовый слом и я не не удивлюсь что отсюда будет какие-то отскоки будьте внимательны что касается паре евро доллар ваш покорный но к сожалению не всегда дальневидный слуга вчера обещал ланге и ланге произошли слава богу и произошли невероятно технично для тех кто любит трепать пару евро доллар на пятюнях либо пятнашках и те и другие товарищи очень качественно мега качественно от тестировали все подряд напоминаю что единственная моя ну я бы сказал бы это ошибкой является то что пробой 26 октября как минимум ложный и новостной все-таки произошел поэтому когда на следующий день я пытался искать продажи нужно было их фиксить как минимум на сломе я об этом говорил и еще расскажу если вы охотник за стопами лучше мониторить площадки на разных брокерах и это друзья мои будет выгодно для вас что интересно что весь этот ланговый тренд который уже растянул котировки паре евро доллар на 1342 пункта он начался неспроста и начался с новостных сломов которые были удержаны три раза три раза рынок давал собственно на них присесть ну и как минимум часть этих позиции могли оказаться в вашем потрепанном трейдышком кармашеки что происходит прямо сейчас сейчас пара евро доллар тестирует тестирует слом 24 октября напоминаю что завтра на фонке и вся вот эта обычая волатильность должна на мой сугубо некомпетентный взгляд сойти в ахлет до завтрашних вечерних новостей а это более суток на форексах друзьям и поэтому присмотритесь к тому что могут пройти фиксы фиксы от ну как минимум вот этих уровень я не могу сказать что здесь мы сейчас развернемся нас 180 градусов но как минимум коррект осик может произойти если вы работаете с отношением один к одному то на тесте к примеру со стопом в двадцатку можно взять ту же самую двадцатку и громко хлопнуть форекс дверью так переходим к паре фунт доллар фунт тоже не подвел довольно качественно отработал площадку и обновил уже много стопиков тех кто пытался шортить на истопиться за разные экстремумы и сейчас волею волею подбирается к тоже к вершинам 24 октября но не так активно как инструмент под названием евро доллар что здесь нам интересно пока по большому счету кроме вот этого пенбара от которого можно было подкупиться пока в принципе ничего любопытного нет я не думаю что ближайшие сутки до фомок у нас будет здесь повышенная волатильность скорее всего инструмент зафлетит доллар иена творит какие-то неведомые истории но во первых да сегодня сегодня у нас были новости и эти новости выходили у нас по индекс лактинности пимя очки у нас были азиатские и вышли не очень хорошие давайте кстати посмотрим без фильтра то я поставил фильтра и возможно пропустил какие-то не трехбыковые новости сегодня ночью давайте их обновим и посмотрим сегодня сегодня ены 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 ничего такого нет 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 ну видно что вся вот эта бычья волатильность она она пришла прям ночью прям ночью и иена мрачно просела уже на 1600 пунктов и впереди у нас прям экстремумы экстремумы текущего месяца думаю не будет пробиты но что любопытно любопытно то что вся эта бычья волатильность во первых она произошла после хорошего обвала и она произошла на фоне того что как минимум этот экстремумы тоже не не были обновлены не вижу никаких никаких причин не полагать о том что это все друзья мои может подрухнуть в ближайший день-два напоминаю что инструмент слегка слегка дороговат вот и здесь могут произойти какие-то тоже мощные фиксы потому что стоим на вершинах текущего до прошлого года 22 а внизу у нас масса площадок эти площадки кто-то должен потом забирать так происходило и в ноябре друзья мои вот здесь тоже на хаях оставляли оставляли потом обвалились как бы здесь не произошло то же самое что здесь площадка что здесь возможно где-нибудь перепишут и резко потом уйдут на низ но в любом случае нужны поводы для шартов хотя бы какие-то сломы чтобы было понятно куда поставить свои риски австралийский доллар дружно растет друзья мои растет и грядишь не пройдет месяц-другой как как мы все-таки обновим цели за которыми я охотился не первый месяц и продолжаю так делать так секундочку знать что по инструменту масса лонговых целей если вы зацепились либо мечтаете о лонгах по австралийскому доллару то фиксации прибыли у вас должна быть на двух уровнях уровень номер 1 это 065 номер 2 это 069 очень классные цели если зацепитесь можете заработать кучку денег доллар канадский доллар после обновления майских экстремов сдулся чувствует себя не очень хорошо ну логично что после каждого обновления экстремов инструмент может терять в цене ну это логично в бычьей тенденции что нам здесь интересно в рамках системы охоты за стопами здесь пока любопытного ничего не до обновили до пройдет коррекция но говорит что отсюда мы сейчас будем резко резко валится в бездну я пока не могу то есть здесь налицо фиксация есть ближайшие площадки которые будем пробивать которые еще не пробиты есть кстати шортовый слом на пятнашках очень качественный очень качественным тестировал два раза обвал тест падение падение все это должно привести к дальнейшему обновлению лаев доллар франк напоминаю что с этого инструмента и дальше нам интересует нас только исключительно сеточный метод торговли который предполагает разброс сеток лимитных покупок в рамках и продаж в рамках обновления каких-то экстремальных значений годовых полугодовых так далее зоны для покупок и для продаж в рамках сеточного метода торговли показано у меня на графике до них мы пока не дошли на канадский доллар франку очень очень перспективный инструмент на набор сетки лимитных покупок флетит внизу при пробое будем набирать инструмент шагом не менее 1000 пункт нет 500 500 это коротышка пунктов по никому непонятному пятому знаку канадец иена канадец иена после переписывания на вчера минимума текущего месяца подрастает но это все себя все инструменты с иеной на сегодня ну отрабатывают обвал иены и собственно здесь одна и та же история если инструмент перепишет вершину текущего года и вы не торчите в иене через другие инструменты можно набирать его шагом не менее 1000 пунктов по пятому знаку франки на та же самая история audi кат а мне интересует ниже минимума текущего года шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку но за нас канадец меня сейчас пока не интересует жду на синих прямоугольников новозеландец франк если перепишет лая года буду набирать фланги audi nzd мне интересует только выше 23 прошел только полпути жижа вот жижа друзья мой очень интересный инструмент у нас впереди ну как обычно запасы инструмент невероятно давит на минимум месяца фактически это восемьдесят один с половиной уже подходили несколько раз к этому уровню я хотел чуть повыше хотел от полтосика но дали только только шестьдесят первую фибу но присматриваться к шорт на пробой здесь будет либо через верх либо сразу то есть посматривайте мелкие таймы если там будет какие-то сломы любопытные смотрите обвал будет не знаю насколько он будет глубокий но здесь такое на жижа не прощает газик подбучивает но пока не переписал три с полтиной где его жду так что касается крипты крипто замерзла на хаях не растет не падает я жду шортовых инициатив и план у меня показано на графике и мне интересует только продажи с целью охоты за стопами за котировочкой под названием 224 700 естественно вы скажете что я не прав и мы перейдем к следующим инструментом американская фонда летит в бездну немножко откупается напоминаю что переди фонки и больших больших движений здесь не стоит ожидать по этим инструментом но стокс опять же у всех инструментов с фондой есть площадки вот данного даже по стоксу 3975 давят и все это будет пробита чуть раньше либо чуть позже тот же футси кто у тоже площадка это все говорит о том что инструменты еще будут падать и падать так что касается больших кроссов меня интересует еврокат который мрачно мрачно подрос напоминаю что при пробое вершины текущего года будем набрать его шорты шаг не менее 1000 пунктов инструмент залетным 6 евро очень жаль что евро франк не переписал минимум 22 года его ждал уже вот-вот не переписал но если зафлетит и перед перепишет будем набирать лонг шаг не менее 1000 пунктов евро audi набираем шорты и высшие вершины прошлого позапрошлого месяца как показано у меня на графике давайте посмотрим ответы на вопросы на youtube канале по вчерашнему видео так это у нас три комментария так здравствуйте вопрос по евро доллару если смотреть пятнашки видим была хорошая лонгой стива до откат почти в 50 процентов по фиба можно смотреть твх на покупку твх это точка входа друзья мои но также если посмотрим на четырех тайме то жестко шар твх откатили и так далее так далее что делать либо продажи либо покупки друзья мои нужно делать то что вы обычно делаете в симуляторе если вы трейдите в симуляторе два тайма продолжайте на них сидеть и не переключайтесь в поисках каких-то других идей уже в реальности вот как как тренировались симуляторе так и используйте и не важно правы вы будете или не правы вы должны именно повторять то где вы ну скажу так уверенно в своем мнении так золото до уровня с начала октября еще не скоро вернется так как начало военной операции большая неопределенность как бы соседние государства не втянулись прекрасная прекрасная идея предлагают дождаться технических заходов в рынок так напоминаю друзьям и что под каждым видео с моим участием есть масса полезной информации есть тайм-коды с помощью которых вы можете путешествовать по моим валютным фантазиям есть почта которые не читаю есть новый телеграм-канал где который я буду развивать довольно активно если мы наберем еще еще соточку другую подписчиков и там очень большие планы подписывайтесь именно на телеграм-канал там будут публиковаться новости о победителях конкурса сигнальных аналитиков уникального конкурса который замутил почти месяц назад у нас там есть лидеры есть догоняющие очень интересный формат о нем я снимал предыдущий мастер-класс есть открытый телеграм-чат где вы можете просто задавать вопросы по трейдингу общаться предлагать свои торговые идеи и так далее он бесплатно я администрирую периодически баню различных хулиганов открыть счет по моей партнерской программе в инста форекс вы можете по вот этой партнерской ссылке а через которую вы можете вообще не платить свопы если пополните счет в инста форекс от 500 долларов а 1000 долларов вам будет доступны ультра спреда которые в три раза меньше обычных спредов в инста форекс также будет доступен закрытый телеграм-чат где мы обсуждаем торговые идеи внутри дня добро пожаловать мою партнерскую на группу друзья на этом на сегодня у меня все понравилось видео ставьте лайк пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка форекс всем пока утром на сегодняшний день